Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами музыкант, который хорошо известен во Владивостоке и на Дальнем Востоке. Это Михаил Радо. Миша, привет! Всем привет! Михаил Радо – саксофонист, диджей. Прежде чем начать карьеру сольного музыканта, работал в нескольких приморских оркестрах. Имея большой опыт обучения джазовой, эстрадной и классической музыке, начал осваивать клубный формат. За годы карьеры Михаил сотрудничал со многими музыкантами, а несколько лет назад создал проект, объединивший электронную музыку и живое звучание саксофона. Сегодня дуэт Михаил Радо и диджей Солнцев успешно реализуют себя в клубной музыке и выступает на лучших площадках Дальнего Востока. Приятно видеть тебя у нас в гостях. Давай, наверное, начнем с самого главного – с твоего инструмента. Всем хорошо известно, что это саксофон, и ты один из первых, кто, собственно, и у нас в регионе, и, как выяснилось, сейчас за кадром у нас в стране, начал продвигать саксофонную музыку в клубной культуре. Ну, давай пока клубы оставим за кадром. Вот сам саксофон, как он появился в твоей жизни? Ну, на самом деле, это как-то подсознательно еще в детстве произошло, когда меня отец приучал к музыке. И просто однажды я услышал какую-то композицию с саксофоном, она мне так въелась. Я просто помню, что одно время я выключился из этого, и как-то музыка ушла еще по школе, по детству. А потом внезапно появилась, то есть мне стала нравиться музыка именно, я стал обращать внимание на какие-то там хиты, там еще что-то слушать. Мне дядя подарил магнитофон с кассетами, я первую свою кассету, помню, купил, пошел в магазин. Вот, ну, музыка опять появилась, и когда она появилась, это не было связано с саксофоном. Но вот эта вот мелодия, которую я услышал в детстве, она однажды опять где-то заиграла. Я его слышал и понял, что я обратил внимание на этот инструмент. Ты сейчас осознаешь, какая это была мелодия? Ты можешь? Да, конечно, я даже помню, я знаю исполнителя, то есть... Кенни Джи? Нет. Кстати, даже вот этого момента я и не знал про Кенни Джи, и потом уже впоследствии, я наоборот, когда слушал Кенни Джи, я понял, что он для меня немножко сладковатый. Да, он очень лиричный. Да, то есть вот. А это была мелодия Кэнди Далфер, саксофонистка есть такая, и трек называется «Лили Вос Хия». Первый мой трек, который я на слух снял с кассетного магнитофона и записал себе в ноты. Класс. И показал своему педагогу, он очень удивился. Хорошо, вот у тебя сработал какой-то там триггер, да, случился, тебе понравилось. А дальше? Попутно тому, что я начал интересоваться музыкой, я начал заниматься спортом. И как-то это все вот так соединилось. То есть была такая ситуация странная. До сих пор, когда я ее рассказываю кому-то из друзей, все так говорят, ничего себе, как совпало все. То есть я начал заниматься штангой, да, там у меня был мастер спорта по трейборю мой тренер. И однажды, придя на тренировку, я жал штангу в соседнем зале и услышал, как играет какой-то инструмент. Просто, ну, живой. Я понимаю, что это духовой инструмент, играет где-то в соседнем зале. Я бросаю штангу, выбегая. Опять же, мой тренер по спорту оказался профессиональным музыкантом. О чем я не знал. И у него всегда с собой был кларнет. Он играет «Полёт шмеля», я смотрю дикими глазами, мне говорят, что происходит. Он говорит, тебе нравится? Я говорю, да, очень красивый звук. Он говорит, ну, приходи ко мне заниматься. И я, начиная с этого момента, целый год ходил к нему, занимался кларнетом. И даже, чтобы как-то заинтересовать меня, потому что я же все-таки школьник, да, у меня какие-то другие свои дела, там, с пацанами, там, поиграть где-то, там, побегать. Он меня все время дарил шоколадку. Альпенгольд. Каждый, каждый просто урок. Вот, мама смеялась. То есть я, когда приходил с шоколадкой домой, она говорит, ну, вот что, на занятии был. Это были неофициальные занятия, это мое личное решение. Это еще не было обучение в музыкальной школе. То есть я просто вот тратил свое время на это. Мне нравилось. Так как бы появилась музыка в профессиональном моей жизни. А саксофон появился где-то через год. Я просто пришел в музыкальную школу, которая была закрыта на ремонт, и попросился позаниматься на кларнете. Ну, потому что дома соседи ругались. Зайдя в школу, я увидел какие-то чемоданы, все в звездке, там, ну, ремонт. Ну, я один чемодан так приоткрыл. И заблестело. Да, и вот эта вот магия, магия произошла. Я вижу саксофон, ну, я и до этого видел, как бы, этот саксофон у него в руках, но тут, как бы, я наедине с ним остался. Вот он, все, вот, я его достал, подержал в руках, думаю, ничего себе, какая сложная, как бы, вещь. Вот, потом смотрю, самоучитель лежит рядом. Открыл самоучитель, собрал сам саксофон, все, там, поставил трость. И начал заниматься втайне от учителя моего. И я думаю, ну, позанимаюсь чуть-чуть, если что-то получится, я скажу своим педагогам. И у меня действительно начало получаться. Я там выучил какую-то гамму, ре-мажор, помню. Вот, музыканты поймут, да, о чем речь. И уже осенью, когда пришел поступать в музыкальную школу на кларнет, я сказал, я буду играть на саксофоне. Вот, на что мне мой педагог сказал, это будет очень сложно, переучить тебя. Типа, ну, на это надо время. И я ему сказал, Виктор Михайлович, я уже умею. Все, и он говорит, ну, сыграй мне что-нибудь, собери. Ну, у него были, во-первых, дикие глаза, когда я просто собрал его, да, то есть сам. То есть он не подозревал, что ты уже половину дела сделал сам. Да, то есть я там такой стою, да, и саксофон в половину меня там. То есть я собрался, ну, тяжело, понятно. Ну, играть что-нибудь, я ему сыграл гамму, ре-мажор. Он, конечно, очень удивился. И все, и у меня было два инструмента с тех пор. Так и начался саксофон в моей жизни. Потрясающая история. Ты оканчивал школу, и, как и все, любые выпускники из школ, была зилемма, да, куда идти дальше. Куда пойти учиться, этот классический вопрос школьный. Музыкой занимаются многие, но только не каждый готов сделать это своей будущей профессией. Ты же пошел потом профессионально учиться музыке. Да, все верно. Не видел для себя другого пути или почему? На самом деле меня это вот так увлекло еще в восьмом классе, что я уже понимал, что я уже саксофон из рук не выпущу никогда в своей жизни. То есть, ну, все, я уже сделал свой выбор, что этот инструмент уже будет как продолжение меня, да. Я понимал, что я буду на нем играть, я буду для себя учиться, становиться там более профессиональным. Но я всегда видел себя там или где-нибудь в юрисдиции, или где-нибудь в хирургии, потому что… Хотелось иметь серьезную мужскую профессию, да? Да, да. Да и мама была за это. То есть, она всегда говорила, я хочу видеть тебе там юриста или там какого-то врача, хирурга. То есть, у меня, в принципе, нормально все по школе было там с оценками, я шел на медаль. Вот. Ну и в итоге так все сложилось, что в одиннадцатом классе нас привезли. И я учился не здесь, не в Владивостоке, а по краю, в Приморском крае. Это 700 километров отсюда. И нас привезли, наоборот, в Владивосток, отличников, медалистов, показать город. Ну, такие раньше были выездные экскурсии, как бы поощрительные. И я увидел музыкальное училище. Я спросил, что это такое в городе. Ну, мне объяснили. И потом мы с оркестром ездили на соревнования какие-то оркестровые, где заняли второе место в Владивостоке. И побывав там, просто почувствовав всю эту атмосферу, услышав эти звуки, инструментов, там барабаны, там кто-то поет, там что-то, вот эта суета. И я прям, у меня прям мурашки были, я помню первого ощущения. И я понял, что все, я встал на втором этаже перед актовым залом, где все экзамены сдают. И сказал просто вслух при моих там знакомых музыкантах, что я сюда вернусь. В итоге, закончив школу, я так и сделал. Я приехал, поступил, сдал экзамены и все, и начал обучаться. Музыка – это же такая многогранная история. Когда ты учишься музыке, это одно, но понять, что ты артист, можно только тогда, когда ты вышел на сцену, почувствовал публику и поймал какой-то кайф от этого. Ты помнишь вот этот момент свой первый, когда ты понял, что ты артист, что это было за выступление? Ой, до этого просто было очень много всяких выступлений. Коллективных, да, наверное? Да, и коллективных, и сольных, в принципе, но это такая размытая была грань, да, то есть вспомнить, какой конкретный это был момент, я, конечно, сейчас-то не смогу, потому что это такой процесс довольно большой. И от начала, допустим, да, ты выходишь на сцену, у тебя мандраж, у тебя страх. Первый мой концерт был после полугода обучения на кларнете, и первым, даже треком помню, был «В нашем доме поселился замечательный сосед». Ну, была такая ДК-шная вечеринка, грубо говоря, вот, меня пригласили. Тогда я очень волновался, да, и ноты позабывал там, то есть все вот это, через это должен каждый, мне кажется, пройти. И потом было еще несколько таких концертов, и, конечно, я уже с каждым выходом ощущал, что, ну, это какая-то ответственность перед педагогом, да, что я должен готовиться так, что он выступит прямо на отлично. Ну, а во-вторых, когда ты уже выступаешь, у тебя это лучше-лучше получается, у тебя получается больше уверенности. И выходя уже, там, не знаю, в сотый раз на сцену, ты уже, имея вот эту уверенность, пытаешься не просто отрешиться от всего и не видеть никого, да, вот, все, я никого не вижу, чтобы не волноваться, никого в зале нет, вот, я один, я там играю. А тут наоборот, ты ищешь глаза уже, то есть в зале, кто на тебя смотрит, как реагирует, ты уже все помнишь, там, наизусть, что играть, то есть ты уже какие-то там мелодии, видения, не обращаешь внимания, это все уже на автомате. Ты уже начинаешь давать обратную связь, да? Да, это уже называется коннект уже конкретный, и вот, когда пошел этот коннект, вот здесь ты уже почувствовал прям кайф, отдачу, что вот ты посмотрел на человека, сделал какое-то лицо, играешь, а он тебе в ответ там что-нибудь глаза горят, хлопает, и все, и ты понимаешь, что ты, ну, профессией ты занимаешься невероятно, то есть приносишь людям реально удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, чем ты занимаешься сейчас, я так понимаю, что у вас чаще всего вы выступаете как творческий дуэт с твоим партнером, и вы делаете такую весьма своеобразную музыку, очень современную. Давай расскажи об этом, почему выбрал именно такой формат. Ну, начнем с того, что воспитывался все равно на джазе, да? Джаз, классическая музыка, у меня было несколько педагогов, точнее, восемь, вот, и каждый там внес свою какую-то лепту. И это еще было в то время, когда, ну, там, 2001 год, да, там, то есть тогда еще даже вообще речи не было о том, что там, саксофон, в клубной музыке, то есть даже никто не знал об этом. И, наверное, твои педагоги хотели для тебя какого-то такого будущего, там, в оркестре, да, где-то в джазовом? Естественно, естественно, да. Мой педагог, который, грубо говоря, все мне прям дал, вот, все сформировал, вот, в последний момент все, что у меня было, и вот показал, да, что я могу и что из меня можно сделать. Он единственный такой человек, я до сих пор благодарен ему за это, что он вот всю эту информацию собрал и показал, как ей пользоваться. Он, да, говорил, что тебе нужна практика в оркестрах, то есть я работал в нескольких оркестрах, там, и Тихоокеанского флота нашего, и Тавми, который, и оркестр цирка, когда он еще существовал, да. Мы озвучили вот эти все приездные, там, выступления. Да. А классная традиция, кстати, живая музыка в цирке. Это очень классная, не знаю, почему это убрали, это, на самом деле, такой шарм придавало, ну, что ты прям реально в цирке. Но не будем отвлекаться, да. Да. Я увидел, что, ну, сидя в оркестре, я просто в толпе, да, то есть, ну, как бы, это вот такая машина целостная, на которую вот смотрят, и как на личности тебя особо там, ну, и не обращать внимания. А мне захотелось вот прям вот чего-то такого, что вот, как сольная карьера, давайте так назовем, да, сольная карьера. Ну, мне кажется, это хорошая амбиция для музыканта. Да. И я просто взял и поувольнялся со всех оркестров, не зная, что будет дальше. У меня был один хороший очень друг, тоже саксофонист, он сейчас живет в Краснодаре. Это был первый наш клубный проект с ним, тогда он назывался «Сакс-то-сакс». И первый, кто мне сказал, Миш, начни сольно выступать, почувствуй вот этот вот сольный как бы ритм, дал мне минусов каких-то на первое время, подсказал рестораны, в которых можно начать. И вот я начал выступать уже сольно. Конечно, это было очень сложно, то есть это не оркестр. Там, конечно, в оркестре тоже свои сложности, да, но здесь сольно, на тебя смотрят, на тебя одного, то есть, ну, пришлось перестраиваться. Но я быстро в это все влился. И однажды просто где-то, слушая музыку в интернете, я услышал трек с саксофоном. Это не совсем был клубный формат, но тем не менее, это было в электронной музыке. И я такой в голове просто прикинул, думаю, а почему бы и нет? Вот почему бы и нет попробовать? И сделал первый свой трек, который я сыграл, кстати, на 1 сентября, помню, при поступлении в ДВГУ, еще тогдашний. Я увидел просто реакцию людей. Я увидел, и для них это было дико. Ко мне после выступления, это был Покровский парк, площадка юридического университета, вот эта лестница. Я стоял на лестнице, это типа такая была своеобразная сцена. Все люди стояли внизу, вот я играл, и просто все толпа просто там, да, начали танцевать. Ну, для всех это была как-то новинка какая-то. Ко мне потом подошла директор молодежного центра, сказала, продолжай, продолжай в том же духе, и все. Я вот этот кайф испытал, и отсюда все и понеслось, в принципе. Аттестрая Аттестрая То, где ты находишься сейчас, какая это музыка преимущественна, выбираешь ли ты ее на свой вкус, либо ориентируешься на то, что востребовано? Да, сейчас я прям полностью погружен в клубную среду, в основном в гастрольную деятельность. Конечно, на местном уровне тоже есть там выступления, в основном это, конечно, частные какие-то заказы, или хорошие наши какие-то приморские клубные площадки. Как я выбираю репертуар? У меня есть напарник, который мне в этом помогает. Хорошо, что у нас с ним очень совпадают вкусовые предпочтения в плане вот нашего проекта. То есть он отвечает за электронную часть, а ты за лайфовую, да? На самом деле тут уже все так пересекается, что как бы и он уже знает, где саксофон должен быть, где его не должно быть. Это очень редко, кстати. У меня до этого много было проектов, я пробовал с разными людьми, и не со всеми удавалось, потому что нет видения у человека. Во-первых, человек там не пишет музыку, сам не знает программы, где это все создается. А здесь как бы человек сам профессионально обучался у многих диджеев, звукорежиссеров. То есть он полностью знает все эти платформы, на которых создается музыка, все эти нюансы. И он уже знает, делая, допустим, очередной ремикс для нашего проекта, что здесь будет, вот именно здесь, звучать саксофон. И опять же, да, ты права, потому что нужно актуальный материал подбирать. Да, то есть нужен вот этот срез музыки, востребованный такой самой, да? Да, это вот популярная, да, вот эта клубная музыка, которая сейчас во всех там чартах звучит, родильная, да? Правда, мы делаем акцент больше на то, чтобы делать свои ремиксы. Все-таки понятно, что, допустим, возьмем там трек «Дзивер», да, любой, они все заходят, они все там в топах, и очень-очень-очень много диджеев по всей стране делают на них ремиксы, их там кучи. И чтобы выделиться из этой кучи, надо все равно как-то свой материал делать. Вот, и мы стараемся как бы вот к этому приходить. И, конечно, такая еще толика, что этот трек должен тебе нравиться все-таки. Скажи, а насколько долго трек живет в вашем репертуаре? Ведь поскольку вы все время берете топ, этот топ, он же достаточно динамично обновляется, есть какие-то треки-долгожители, которые заходят публике, вот, не знаю, может быть, несколько лет подряд? Да, есть такие треки, и причем удивляешься, что ты как бы не то, что уже устаешь его играть, да, то есть, нет, я любой трек, если я играю где-то на сцене, я отдаюсь полностью, потому что я понимаю, что в этот момент я занимаюсь своим любимым делом, это во-первых, да, во-вторых, я вижу реакцию публики, и как бы я пришел сюда, чтобы делать им как бы улыбки на их лице, грубо говоря. И просто люди раз, там, подойдут кто-нибудь и спрашивают, типа, а вот сыграйте то, а вот сыграйте то. И порой слышишь такие треки, которые ты играл, там, 8 лет назад, ну, то есть, даже не 3 года, да, там, 8-10 лет назад, там. Ну, да, есть такие долгие штики, безусловно, безусловно. Ну, да, есть такие треки, безусловно. Ну, да, есть такие треки, безусловно. У нас в Владивостоке такое достаточно динамичное музыкальное сообщество, и постоянно кто-то с кем-то объединяется, там основные проекты, сайт-проекты у многих есть. У тебя был опыт, я не знаю, может, с какими-то вокалистами ты сотрудничал? Какие-то такие эксперименты интересны тебе? Ну, наверняка что-то есть, да? Да, на самом деле интересно. Ну, было интересно больше на первых порах. Пока, ну, допустим, я не реализовался, да, как вот артист, который я сейчас. И вот какое там имя я сейчас имею, вот к этому, когда я шел, я пробовал. Я пробовал всякое разное. И я там и с барабанщиками, у нас там есть очень хороший Игорь Петров такой барабанщик, я с ним учился вместе. И у нас с ним был отдельный проект, драм-шоу Игорь Петров и Михаил Радо. Вот, это такой очень крутой эксперимент был, тоже что-то новое, такого в России не было, и мы одни из первых. Дальше вот у нас был проект с группой Sphinx. Я не знаю, сейчас они существуют, нет, это рок-группа. Ну, были они известные, мне кажется, ребята. Вот в то время они были топовой кавер-группой, и я с ними вот выступал тоже очень долгое время. И с вокалистами различными, у нас сейчас их довольно так много. Ну, и дошло уже до того, что, то есть, допустим, выступив с одним, да, ты понимаешь уже уровень, он там планку поставил какую-то, и тебе пишут там один, второй, третий, четвертый, и ты слушаешь их демо-версии, слушаешь, ну, как бы, понятно, не хочется и обидеть человека, да, он просит, и тебе за это еще и деньги заплатят, ты с ним выступишь, но уже вот ниже планки опускаться не хочется. И со многими уже приходилось уже даже отказываться выступать, потому что... Я понимаю, да. Давай немного отойдем от музыки, ты же у нас личность многогранная. Допустим, тему спорта давай мы с тобой обсудим, потому что из того, что знаю только я, это то, что ты и в бодибилдинге себя пробовал, и в баскетбол ты играешь, и на сноуборде ты катаешься. Что там еще я забыла? Ну, в общем, почему так много спорта, откуда такая любовь, тоже из детства? Да, это вот правильно, прямо вот в точку, это прямо вот от отца. Он у меня так очень хорошо и долго боксом занимался, и меня приучал как-то. Мы с ними по золотому рогу, по заливу бегали постоянно, там, убивались холодной водой, там, ну, то есть, закалял, приучал, там, ладошки поставят, мне там 6 лет, я стою, ему там стучу, и как-то все пошло-пошло. Ну, одно время так же было, как и с музыкой, я там занялся, может быть, какие-то другие интересы появились, там, какие-то кружки в школе начались. И в итоге все равно я пришел в спорт, и его стало очень много в моей жизни. Начиная с каких-то секций по каратэ-до, айкидо, очень много отдал я айкидо в свое время, даже у меня был коричневый пояс. Красивый вид спорта, кстати, мне нравится. Да, этим он меня и привлек. И философия мне его нравится. Да, этим привлек. То есть, я просто, придя на первое занятие, увидел, как это все, как бы, там, поклоны, да, там, заходя на татами и все вот это вот, дисциплина. Я, в принципе, такой человек, я люблю все структурированное, да, даже у меня на работе, на офисном столе ручка лежит вот так, там, калькулятор, если чуть-чуть повернулся, я его ровно поставлю. То есть, ну, и вот, видя, когда есть где-то вот какая-то структурированность, да, я прям зацикливаюсь на этом. И мне понравилось, действительно, очень такой прям, ну, смотрибельный вид спорта, я бы сказал, да. Потом уже пошел сноуборд, там, вейкборд, там, бодибилдинг, то есть, и кудо. То есть, ну, много всего было. В итоге я все-таки из бодибилдинга ушел по таким причинам, что все-таки тут, как бы, на здоровье это очень сильно влияет. Я даже стал заниматься акробатикой, и вот это одно из моих крайних увлечений. Это на батуте или каким образом это происходит? Есть и батуты, есть и яма с поролоном, да, там, есть и занятия более физические в плане, там, хождения на руках, всякие, там, растяжки, там, мостики, там, на турнике. Ну, больше, конечно, прыжки связаны, там, с батутом изначально. Потому что постепенно ты, там, уходишь из батута уже на ровную плоскость и уже на полу пытаешься, там, эти все элементы делать, что более сложно. Миш, давай напоследок, наверное, все-таки коснемся твоего псевдонима. Я думаю, для многих не секрет, что это не твоя фамилия, а твой псевдоним. Такой звучный, красивый. Но откуда он появился? У некоторых могут возникать такие вполне понятные ассоциации со швейцарским концерном часовым. Но дело вовсе не в этом. На самом деле, наверное, повезло, повезло, да, что он звучный. Потому что порой слышишь какие-то псевдонимы и думаешь, ну, как так вот люди выбирают себе это? Ну, реально не звучит. Ну, думали мы, конечно, всем городом. То есть у меня было много друзей. А почему идея возникла вообще выбрать псевдонимы, а не фамилию? Однажды участвовал в проекте одном городском, связанном тоже с танцами, с музыкой. И тот коллектив решили сделать страничку на сайте. И сказали, что именами и фамилиями мы как бы не будем тут обозначаться. У всех будет свой псевдоним. Вот отсюда все и пошло, в принципе. Меня устраивало там и по фамилии, да, там, когда меня называли. Ну, и в итоге вот я, говорю, дал задание всем друзьям. Думали-думали. И кто-то кинул идею о Радо. Тогда я еще, кстати, не знал о швейцарском концерне. Для меня это было потом новостью. Ну, и вот кто-то предложил, и я спросил, почему именно Радо, что это означает. Мне там растолковали, что, в принципе, и концерны, этот Радо взяли себе это звучное имя из-за того, что оно как-то связано с такими определениями, как там редкость, эксклюзив, шик, шарм, вот эти все слова. И я говорю, ну, понятно, а я-то при чем? Вот, ну, они говорят, ты как бы человек, который, в принципе, клубную музыку начал первый, да, играть на саксофоне и внедрять саксофон в эту сферу, ну, я согласился, как бы, да, думаю, да, подходит. Вот, в принципе, вот и весь разговор. Но там еще был один момент такой, именно если в корень брать, да, вот этого слова Радо, корень Радо, с этим корнем тоже там связали как-то, потому что я такой человек, что, чтобы не случилось в моей жизни, да, я всегда на позитиве, то есть по мнению видишь, что что-то там произошло, что-то меня не устраивает или еще что-то. И они говорят, тебе это очень подходит, то есть даже есть какое-то движение, а Радо Киды, они там как-то ярко одеваются там, то есть, ну, вот все это как-то почитали в интернете и пришли к одному мнению, что все-таки псевдоним Радо – это вот мое. Вот видишь, как все в твоей жизни, и музыка к тебе сама пришла, и твое сценическое имя к тебе само пришло. – Да, я сам анализировал. – Все так, как должно быть. – Я анализировал это, и прям, ну, действительно, вот как будто бы вот судьба, вот так вот раз-раз-раз за тебя. И люди приходят в мою жизнь, да, музыканты, какие-то друзья, тоже очень спонтанно, и если человек пришел в эту жизнь, то он и остается, потому что, ну, прям как будто вот предназначен над судьбой. – Каждый занимает свое место. – Да, свое место. – Где-то в твоей линии жизни. – Что касаемо и проектов, всех, которые были до этого, они все были спонтанные, и все были прям, бах, они прям выстрелили каждый из проектов. Не было такого, что какой-то был поравальный. – Я очень рада, что ты пришел сегодня сюда к нам на интервью. Спасибо, было здорово. – Спасибо, что пригласили. Субтитры подогнал «Симон»!